Всем привет, здравствуйте! Меня зовут Газизов Марат, компания Alparis в Петербурге. Начинаю, возобновляя свой авторский проект, называется «Базовые принципы». Это моя торговая стратегия, которую я использую непосредственно в своей реальной торговле. Кроме того, что есть еще и скальпинг. Но это главный основной мой принцип торговли, базовый принцип. И, собственно говоря, я хотел бы о нем рассказать. Проект я запустил еще в начале прошлого года, читал его частями. В дальнейшем, в октябре, в ноябре, я уже полноценный цикл выпустил из пяти занятий. Но, честно говоря, не думал, что так долго этот проект продлится. Тем не менее, я так увидел, что есть востребованность, есть интерес к моим базовым принципам. Я поэтому в этом году тоже решил возобновить, то есть, весь январь, каждую неделю повторяемость этих базовых принципов. Состоит он, этот цикл, из пяти занятий с понедельника до пятницы, с трех до четырех часов дня. Все вот эти вот оставшиеся недели я буду читать эти базовые принципы, поэтому, если кому-то не удастся послушать на этой неделе, можете послушать на следующей и через неделю. Вот. Для кого предназначен этот семинар? Да, прежде чем я продолжу свой семинар, хотелось бы узнать, уважаемые слушатели, видно, слышно меня, да, картинка есть? Все нормально, да, со звуком, все хорошо. Как там все видно, да, слышно? Ага, все отлично, понятно. Понятно. Так, ну что ж, я смотрю, вижу опять своих старых знакомых, судя по чату. Ну что ж, в связи с этим я немножко решил изменить подход к своим базовым принципам. Если в начале своих семинаров в прошлом году, если в начале, в своих семинарах в прошлом году я основной упор делал на теоретическую часть, то теперь в связи с тем, что я смотрю, основная масса трейдеров, слушателей, это те, кто уже слушал мои базовые принципы. Поэтому очень коротко буду рассказывать, давать теоретическую часть, тем более, что я так вижу, что в принципе мы, вот эти семинары, уже видеозаписи, уже ходят в YouTube. Кстати, неплохие просмотры. Поэтому, если кому-то нужна будет теоретическая часть, ищите в YouTube. Есть там люди, которые пишут мои семинары. Сам я семинар этот не записываю по одной простой причине. Так вот, собственно говоря, я хочу сделать основной упор все-таки на практическую часть. То есть буду давать основные свои понятия, базовых принципов, ну и потом уже в дальнейшем будем реализовывать их в реальной торговле в режиме онлайн. Я думаю, что это наиболее приемлемый вариант для того, чтобы показать, что базовая стратегия, которую я читаю, она эффективна и в принципе работает. Доходность составила, вот я читал эти базовые принципы с октября месяца. За это время мне удалось депозит приблизительно увеличить где-то приблизительно в два раза. То есть, ну вот в режиме онлайн, во время семинаров, во время занятий. Кроме того, еще я читаю семинар 12 часов дня, еще во время этих семинаров проводил онлайн торговлю. И вот с учетом этих моментов мне удалось депозит увеличить приблизительно где-то в два раза. Ну а для того, чтобы еще раз показать эффективность своей торговой стратегии, я решил начать, как говорится, этот год с чистого листа. И вот тестовый счет мне уже не предоставляется. Если получится, я попытаюсь снова зарегистрировать тестовый счет. Но в данном текущем моменте у меня зарегистрирован демо счет, я сегодня его зарегистрировал. Так что все эти свои торговые стратегии, базовые принципы буду демонстрировать непосредственно на демо счету. К сожалению, пока что реальный счет нам запрещен, поэтому буду показывать все на реале, то есть на демо счетах и, как говорится, в режиме онлайн. Так что я думаю, по большому счету, эффективность и, как говорится, достоверность моих сделок, они от этого не пострадают. Ну а теперь непосредственно от вводной части перехожу непосредственно к своему семинару. И сегодняшний семинар у меня, занятие номер один. И тема сегодняшнего занятия. Роман, в 9 раз, я даже скажу больше, я увеличил свой депозит не в 9 раз, а в 10 раз. Но с учетом тех 10 тысяч долларов, которые мне удачно его как бы подсадили еще в сентябре месяце, с учетом этих 10 тысяч долларов мне депозит удалось увеличить 12 раз до конца этого года, до практически до начала этого года. Я вот вчера показывал свой, демонстрировал стейтмент, на счету было больше 50 тысяч долларов. С учетом тех 10 тысяч, которые мне не удалось восстановить, к сожалению, в итоге где-то 60 тысяч долларов с июля месяца мне удалось увеличить депозит 12 раз. Я говорю о том, что в 2 раза мне удалось увеличить депозит с того момента, когда я начал читать свои базовые принципы. То есть я начал торговать именно в режиме онлайн во время своих вот этих семинаров. И за это время, начиная с середины октября месяца, вот ноябрь-декабрь месяц, мне за это время удалось увеличить депозит в 2 раза. Вот я об этом говорю. Счет один и тот же. Надеюсь, это понятно, да, Роман? Да, понятно. А в общем депозит прирост в 12 раз. Ну а теперь, как говорится, давайте еще раз попробуем, как говорится, с чистого листа. То есть тот проект был с июля месяца прошлого года. Новый год, как говорится, начнем на новом тестовом счету, вернее, на демо-счету, появится тестовый счет, буду торговать на тестовом счету. Ну все, переходим непосредственно к семинару, задавайте вопросы в чате. Но, во-первых, сразу хочу сказать, что на вопросы буду отвечать только после того, как дам теоретическую часть. Поехали. Значит, для кого нужен этот семинар, прежде всего, и для чего я его создал, и для чего, скажем так, кому он будет больше интересен и полезен. Как ни странно, этот семинар их создавал не для кого-то, там, для начинающих трейдеров, для учеников и так далее. Этот семинар, который я создавал его в течение года, писал, собирал материал, готовился к этому материалу. То есть я запускал проект пилотный еще в прошлом году, если кто помнит, в июле месяце. Это теоретические основы успешной торговли, там, 3-4 семинара я читал. Так вот, для кого этот семинар и базовый принцип нужен? Как это ни странно, базовый принцип нужен, прежде всего, мне, лично мне. Я его писал для себя. Для чего? Почему? Я заметил за собой одну вещь. В принципе, успешная торговля у меня началась приблизительно где-то в конце 2006-го, в начале 2007-го года. Где я, именно с этого времени, когда я начал торговать на реальных счетах, уже непосредственно как способ получения дохода, более-менее стабильный результат пошел именно с 2006-2007-го года. Потом этот процесс немножко отошел, и наиболее агрессивно работать я начал именно в 2013-м году, летом в июле, в июне месяце 2013-го года, когда я переехал в Россию, в Санкт-Петербург. Да, в этом году уже исполняется 3 года, как я здесь. И, собственно говоря, наиболее активное время для торговли началось именно в это время. То есть здесь уже разговор пошел о том, чтобы не просто торговать успешно, а торговать как источник торговли, как источник дохода. Причем достаточно существенного дохода и постоянно. Естественно, в этот момент я как раз и начал использовать основные принципы, вот эти вот, которые я читаю вам. И заметил за собой одну вещь, что наилучший результат у меня получается тогда, когда я сам читаю лекции. То есть если я сижу дома, торгую, у меня результата один, но если в этот момент я постоянно веду занятия и семинары, то результат у меня как минимум в 2-3 раза получается лучше. Тут вопрос, скорее всего, связан с психологией. Почему? Потому что когда читаешь лекции, ведешь занятия, естественно, более строго подходишь к своей торговой стратегии и вопрос дисциплины. Тут, конечно, касается вопрос дисциплин. То, что рассказываешь, я должен реализовать непосредственно в онлайне, причем в режиме онлайн, в режиме непосредственно во время лекций. Иначе доверия ни к твоим словам, ни к твоим семинарам просто не будет. Поэтому для того, чтобы продемонстрировать реальную торговлю, для того, чтобы продемонстрировать реальный трейд и результат, естественно, он должен сам самостоятельно торговать и показывать свою торговлю. Соответственно, здесь уже подходишь к рынку наиболее более ответственно и, соответственно, более дисциплинированно. Поэтому, как я уже сказал, вот эти семинары, которые я читаю, они нужны больше мне, чем вам, как это ни странно. Но и второй момент. Конечно, получается так, что, читая свои семинары, может быть, они не очень легко воспринимаются для начала, но я не лектор, я трейдер, я аналитик. По поводу обучения, просто получается так, что приходится совпало в мои, как говорится, желания торговать успешно, плюс еще раз мне удается читать лекции, причем это делать достаточно успешно, то почему бы нет. И кроме того, как это ни странно, хочется уберечь начинающих трейдеров, особенно начинающих трейдеров, от тех шагов, которые сам я совершал на заре, как говорится, своего трейдинга. Ну, если, конечно, времена сравнивать не стоит, по одной простой причине, тогда у нас не было ни занятий, тогда даже интернета не было, 90-е годы, была спутниковая связь, не было литературы никакой абсолютно. Да и сам рынок форек возник в 1976 году, то есть 20 лет ему все тогда было, сейчас уже почти 40 лет. Соответственно, каких-то базовых понятий, принципов тогда не существовало, приходилось до сего доходить самому. И дабы удержать начинающих трейдеров от ненужных вот этих шагов, которые занимают достаточно большое время, собственно говоря, вот для них этот семинар и предназначен. Значит, ну, собственно, все, это вступительная часть, а теперь непосредственно по семинару. Значит, литература, главная литература, которую я использую в своей торговле, это настольная книга, лично моя настольная книга, я ее читаю постоянно и ношу ее постоянно с собой, это Джон Мерфи, еще раз, Джон Мерфи, технический анализ, фьючерсных рынков. Это первая моя настольная книга и самое главное, то есть основные базовые принципы я взял именно оттуда. Это была первая книга, которую я пытался прочитать, потому что она мне попалась на английском языке, с переводчиком, с друзьями, мне кое-как удалось получить основные, скажем, понятия рынке именно из этого учебника. А вот уже в дальнейшем, когда появилось издание на русском языке, стало, конечно, гораздо легче. И, соответственно, я уже просто, как говорится, эту книгу использую, как Библию, что ли, можно так сказать. Причем основная идея заключена в первых шести главах. То есть книжку надо читать от первой до шестой главы. Почему? Потому что там дальше идут различные материалы, касающиеся фондового рынка, непосредственно торговли на фондовом рынке. А для нас, для форекс-брокеров, для форекс-трейдеров это неинтересно. И некоторые элементы там уже устарели. Но основные базовые принципы заложены в первых шести глав. Это первая книга, которая мне является основной и главной. Вторая книга, вторая книга, это Роберт Балан, который сейчас для меня тоже является основной книгой. Роберт Балан, это теория волны Эллиота для форекса. Волны Эллиота, по-моему, так называется, волны Эллиота для форекса. Кстати, она у меня здесь есть с собой. Я ее тоже постоянно ношу, но я ее раскачал с интернета. Поэтому... Вот эта книга. Это я ее скачал с интернета. Поэтому волновой принцип Эллиота, приложение к форексу. Волновой принцип Эллиота, приложение к форексу. Вот эти две книги, они как бы перекликаются между собой. Волновой принцип Эллиота для форекса. Применительно для форекса. Для форекса. Поэтому... То есть, это две основные книги. Ну и третья книга, очень полезная книга, я считаю. Почему? Потому что она явилась как бы подтверждением того, что я иду в правильное направление. Это Линда Рашки. Секреты биржевой торговли. Вот три основных учебника. В принципе, можете их сразу уже искать, скачивать с интернета. И в принципе, уже можете сразу их в процессе моего семинара их использовать в изучении того, что я как бы рассказываю, как подтверждение. Поэтому, пожалуйста, если есть желание, есть возможность, пожалуйста, в интернете они доступны. То есть, Линда Рашки. Рашки. Секреты биржевой торговли. Биржевой торговли. Вот три основных учебника. Ну, можете сюда еще добавить Швагера. Можете сюда добавить еще НИСАН, свечной анализ. Свечные анализы. Ну, то есть, это уже как бы приложение, дополнительный материал, как факультативный материал. Так вот, это литература, на которой базируется моя торговая стратегия. То есть, это я сам ее не придумал, до меня уже ее создали, она, в принципе, есть. Просто я ее подогнал под себя. Да, еще, кроме того, еще и можно, в принципе, использовать еще одного автора, Александр Элдер. Александр Элдер и его торговая стратегия «Три окна». Ну, вот, собственно, все. Основной материал, который я использую в своей непосредственной торговле. Дальше поехали. По поводу отношения к Форексу, к торговле на рынке. Давайте так, говорить о том, что это кухня, не кухня, что это реальный сектор экономики, нереальный сектор, говорить мы об этом не будем. По одной простой причине. Я не хочу ни в чем никого убеждать, особенно те, кто работает на фондовом рынке. Они весьма скептически, с улыбкой относятся к тем, кто работает на валютном рынке Форекс, утверждают, что у Форекса такого рынка не существует. Оставим это все эти разговоры в стороне. По одной простой причине. Компания Альпари появилась в 1998 году. В этом году ей уже исполняется, извините, 18 лет. За это время компания Альпари стала самой крупной компанией в странах СНГ. И также входит в пятерку крупнейших Форекс-брокеров мира. Форекс-брокеров мира. Так вот, говорить о том, что есть такая компания, пирамида, не пирамида, кухня, не кухня, уже нельзя. Почему? По одной простой причине, что компания Альпари была, есть, и надеюсь, она будет еще долго. И кроме того, самое главное, это то, что компания Альпари выполняет свои обязательства перед своими клиентами. Наверное, компания Альпари единственная компания, которая без всяких проблем выводит деньги по первому же требованию. То есть, пожалуйста, я думаю, что можно найти любую отрицательную информацию, но по поводу того, что компания выполняет свои обязательства по выводу средств, проблем здесь не существует. И никогда ее, собственно говоря, не было. Поэтому все разговоры о том, что насколько это реальный сектор экономики, реальный рынок, говорить об этом не будем. Мы будем говорить исключительно только о том, что нам удается сделать с помощью компании Альпари. Кроме того, что есть множество информации о том, что люди зарабатывают деньги на этом рынке, зарабатывают стабильно, постоянно, и причем зарабатывают очень даже неплохо. И тоже об этом говорить не буду, примеры приводить не буду, кто там, где, как заработал на этом рынке. Просто я постараюсь во время своих семинаров отображать реальные торговые сделки и попытаюсь показать, что это, в принципе, реально, зарабатывая деньги. Ну вот, собственно говоря, так. Теперь отношение, соответственно, отношение к торговле на финансовых рынках должно быть соответствующее. Вы должны сюда приходить не торговать, то есть не играть, а именно работать. Кто приходит играть и очень часто произносит такое слово или фразу «играть на бирже», хочу сразу сказать, что таким образом вы себя позиционируете на рынке как игрок, как человек, который пришел поиграть. Соответственно, если у вас такое отношение, я на 100% уверен, что вы деньги свои потеряете, проиграете. То есть если вы приходите на этот рынок поиграть, то, соответственно, вы деньги проиграете. Если же вы на этот рынок приходите работать, то, соответственно, у вас только один путь на этом рынке – зарабатывать. Соответственно, и отношение будет к рынку соответствующее. То есть если вы садитесь за монитор, открываете торговую платформу MetaTrader 4, вы должны ясно понимать, что все остальное должно быть вторичным. То есть YouTube, всякие развлекательные сайты, отдых за компьютером, музыка, кино попутно – все это должно быть в стороне. Либо вы работаете на этом рынке, торгуете на этом рынке, либо вы занимаетесь какими-то другими делами. Совмещать у вас не получится, потому что самое главное в торговле на финансовых рынках – это постоянное наблюдение за рынком, раз. И второе самое главное – это нарабатывание торговых навыков. Торговый навык можно заработать только тогда, когда вы постоянно проводите торговлю. То есть изо дня в день проводите торговую деятельность. То есть торгуете, торгуете, торгуете. Тогда у вас появится торговый навык. И, собственно говоря, эти пять семинаров, которые я буду вам проводить, я, конечно, за пять семинаров это невозможно сделать, но, тем не менее, я буду вам показывать ежедневно и говорить одни и те же слова и фразы по поводу торговых навыков. Для того, чтобы у вас отложилось это, как говорится, в голове, в плане того, что если вы еще раз садитесь за монитор, вы должны торговать. И только тогда это как мышцы накачивать. То есть у вас появится торговый навык после того, как вы начнете реально торговать и делать это каждый день, и причем по несколько раз. То есть вы должны приходить на этот рынок, именно работать, именно торговать и нарабатывать торговый навык. Самое интересное то, что торговать на самом деле несложно. И, в принципе, получать доход постоянно тоже это несложно. Вопрос только в том, как вы сможете постоянно это делать и сможете ли вы это делать постоянно. Все дело в том, что на 99% успех торговли зависит от состояния психологии человека. Проблема в том, что у человека всегда существуют две проблемы, когда он садится за монитор и начинает торговать. Первая проблема – это жадность. В принципе, жадность не в том смысле, как там в библейском понятии смысл жадности, а жадность в том плане, что человек, когда садится за монитор, естественно, он хочет получить доход именно сейчас и сразу и много. Вот в этом понятии жадность я имею в виду. Так вот, в принципе, большому счету жадность – это неплохая вещь, но только если эта жадность у вас находится под жестким контролем. Значит, первая проблема жадности заключается в следующем. То есть, если вы приходите работать, у вас возникнут сразу две проблемы, как я уже сказал. Первая проблема – это жадность, потому что жадность привела вас на этот рынок. Потому что жадность, с помощью этого понятия, как жадность, вы увидели, что на финансовом рынке, на Форексе, можно зарабатывать достаточно много, быстро, и вы увидите эти финансовые потоки, которые проходят перед вашими глазами. Соответственно, у человека возникает желание быстро сейчас этот поток перехватить, попытаться что-то заработать. И, соответственно, первая проблема жадности – это то, что человек, трейдер, без всякого анализа рынка, без всякой подготовки бросается в этот омут с головой. То есть, торговля именно сейчас и сразу. То есть, я называю жадность торговля именно сейчас и сразу. То есть, человек хочет заработать именно сегодня, и много, и сразу, и все. Вот в этом плане скрывается одна из главных проблем. Проблема в том, что работать на этом рынке нужно постоянно, как можно дольше, и как можно спокойнее. А жадность заставляет трейдера бросаться в омут с головой, потому что он видит, что за один день можно заработать достаточно быстро и много. То есть, в этом главная проблема. То есть, торговля без подготовки. Вторая проблема. Проблема заключается в том, что человек торгует из-за жадности, сразу не соблюдая так называемый money management. То есть, торговля на рынке форекс считается самым высокорисковым рынком и всех существующих рынков. Высокий риск предполагает возможность быстро потерять все деньги, и причем сразу. И очень быстро, и сразу, и все деньги практически мгновенно. Соответственно, обратная сторона медали этой – то, что раз высокий риск, соответственно, и доходность очень высокая. Практически она неограниченная. И наоборот, можно повторить еще раз. Если на этом рынке доходность и потенциалы очень высокие, максимальные и практически неограниченные, соответственно, риски здесь такие же. Деньги можно потерять быстро и все сразу. Соответственно, для того, чтобы этого не произошло, необходимо соблюдать money management. Так вот, когда человеком вбревает жадность, он перестает соблюдать money management. То есть, входят в рынок большим объемом, торговля максимальным объемом. То есть, вторая главная проблема – торговля максимальным объемом. Нельзя на этом рынке торговать максимальным объемом. Да, конечно, может случиться так, и даже такое достаточно часто случалось. Человек ходил в рынок всем объемом и сразу практически в два утраил депозит. Лично у меня такое было один раз. Нет, даже раза два или три за мою, за 15-летнюю историю торговли депозит мне удавалось увеличить за один день буквально раза два-три. Вот максимум за все это время. Были такие случаи. Но, как правило, подобного рода доход, он в первый момент, конечно, приятен. Тут спору нет. Но, как правило, в дальнейшем может наступить большое разочарование у трейдера. Хотя бы с точки зрения того, что повторить такой успех бывает крайне проблематично. И человеку не удовлетворяет доходность, скажем, в месяц 10%. Хотя это удвоение депозита за год. А 10% уже не удовлетворяет. То есть, если трейдер сразу удается увеличить депозит 2-3 раза, то в дальнейшем скрупулезная работа на рынке ему удовлетворение не приносит. И он опять начинает излишне рисковать. Вот вопрос, опять же, торговля максимальным объемом. И плюс еще вопрос психологии. Третья проблема связана с жадностью. Третья проблема связана с тем, что если человек, трейдер, заходит в рынок, и цена сразу идет в его сторону, и появляется прибыль. Вот здесь возникает одна из главных проблем лично у меня. Когда забирать прибыль? Так вот, если у человека, опять же, обуревает жадность, естественно, эту позицию, которая принесет в данный момент ему прибыль, как бы перестает помогать это обстоятельство. Человек перестает думать о том, чтобы вовремя выйти из рынка. Либо сократить прибыль, либо ограничить свои риски. То есть, в связи с тем, что пошла прибыль, трейдеру очень хочется, и он надеется, и начинает мечтать о том, что эта прибыль через какое-то время станет еще больше и выше. И, соответственно, уже какого-то, скажем так, грамотного подхода ожидать не приходится. То есть, третья проблема заключается в том, что человек передерживает прибыльную позицию. Значит, проблема жадности заключается в том, что вовремя трейдер прибыль не забирается. Вовремя не забирается прибыль. Вот три главных основных проблемы. Торговля именно сейчас и сразу. То есть, без торговли, без подготовки. Вторая проблема – торговлю максимальным объемом, то есть, не соблюдается money management. И третья проблема – вовремя не забирается прибыль. То есть, человек передерживает позицию, была хорошая прибыль, а потом, если она начинает вдруг сокращаться, трейдер, вместо того, чтобы выйти из рынка с оставшейся прибыли, он начинает надеяться на какие-то идеи. То есть, он начинает себя утешать какими-то идеями о том, что это все временно, а потом, в конце концов, все-таки выпускает всю эту прибыль. Вот три основных проблемы, связанные с жадностью. По поводу жадности вопросов нету, надеюсь. Надеюсь, что по поводу жадности вопросов нету. Как вы видите, по поводу жадности можно говорить и дальше, и дольше. Но, например, можно вспомнить притчу о цыгане, который бил своего сына. Если вы знаете такой анекдот, это связано с тем, что цыган бил своего сына не за то, что он проиграл деньги в карты, а за то, что он побежал отыгрываться. То есть, очень часто бывает так, что трейдер, потеряв деньги, не сделав глубокий анализ того, что произошло, не проанализировав ситуацию и не сделав для себя какой-то урок наглядный, трейдер сразу где-то начинает искать какие-то деньги, сразу бросается опять в омут с головой, пытаясь отыграть свои потери. То есть, здесь можно дополнительно использовать какие-то другие страхи, вернее, элементы жадности, связанные с неправильной торговлей. То есть, ну вот основные принципы, основные проблемы, связанные с жадностью, я вот как бы отобразил. Вторая проблема, это первая проблема. Вторая проблема, это страхи. Страхи, как правило, возникают после того, как сначала человеком буревая жадность. Первый страх возникает тогда, когда человек, трейдер, торгует достаточно длительное время успешно, вдруг возникают убытки. То есть, как правило, убытки, если они возникают достаточно большие, то у трейдера возникает, как раз появляется вот это ощущение страха. То есть, в данном случае, здесь в следующий раз у человека возникает проблема в том, чтобы преодолеть себя, свои страхи по поводу того, что он уже получил убыток, и он предполагает, что не без оснований, что в следующий раз, следующая попытка тоже может оказаться безуспешной. То есть, страх здесь, это опасение того, что... Страх, первая проблема, это опасение, вернее, даже не опасение, а страх... Страх после первой неудачи. После первой неудачи. Здесь возникает следующий момент. Получив стоп-лосс, получив достаточно серьезные убытки, в следующий раз трейдер уже из чувства самосохранения, или, скажем, из чувства вот этого возникшего страха, пропускает хорошие трейды, хорошие входы в рынок. То есть, это связано с тем, что в этот момент, я его называю после первого поражения, это зализывание ранее. Вместо того, чтобы быстренько проанализировать ситуацию, сделать вывод, почему возникла проблема и убытки, трейдер сидит и сам себе утешает, или плачет, или нервничает, и уже, как говорится, не пропускает достаточно хорошие трейды и достаточно хорошие возможности для получения дохода. То есть, это первая проблема. Страх после первой неудачи. Страх после первой неудачи. Далее. Здесь, по математической статистике, если трейдер не вошел в рынок первый раз, второй раз, третий раз, который подает ему торговые стратеги, то, как правило, таким образом увеличивается риск того, что следующая сделка будет неудачной. То есть, было бы замечательно, если бы вы входили в рынок всегда и всегда рынок давал вам прибыль. Но в связи с тем, что упуская положительные трейды, увеличивается риск когда-нибудь того момента, когда срабатывает стоп-лост. То есть, как раз трейдер, очнувшись из этого состояния, выйдя из этого состояния страха, совершает торговлю, пропустив хорошие сигналы, опять попадает на стоп-лост и опять теряет деньги. Здесь уже возникает проблема в том, что страх тащит за собой. Следующая проблема. То, что пропускаются, пропускаются хорошие трейды. То есть, если вы используете свою торговую стратегию, если она нормальная, если она приносит вам доход, приносила вам доход, то после первого поражения, естественно, в связи со страхом, трейдер тогда говорит себе, да ну его нафиг, я лучше в следующий раз приду и поторгую. Нет, надо торговать все сигналы, которые дает ваша стратегия. Но в связи с тем, что если вы пропускаете вот эти трейды, таким образом увеличите шанс того, что вы нарветесь на следующий стоп-лост. Понятно, да? Это вторая проблема. И третья проблема страха заключается в том, что после повторной неудачи трейдер принимает решение о том, что вот эти неудачи имеют хроническую форму. То есть, абсолютно неправильное решение, абсолютно неправильный вывод. То есть, страх тянет за собой неправильный вывод того, что если была повторная неудача, причем повторная неудача подряд, то еще раз повторяю, у трейдера возникает понятие, необоснованное понятие хронической неудачи. И, соответственно, здесь уже разрушается полностью психология, психика трейдера. И здесь уже в связи с тем, что неудачи принимают хроническую форму, у трейдера возникает страх вообще к рынку. То есть, главная проблема – это страх к рынку. Ну, а понятно становится, что если у человека возникает страх, то вместо того, чтобы заниматься анализом рынка, человек сидит и боится. То есть, вместо того, чтобы забирать прибыль, анализировать текущую ситуацию, у трейдера парализуется воля, парализуется желание торговать. И, соответственно, здесь уже теряются навыки, опять забываются торговые навыки, опять теряется опыт торговый, который был наработан. И разрушается полностью психика и психология трейдера. То есть, как вы видите, из этих двух основных проблем, то есть, вот эти две основные проблемы, которые возникают у трейдера, это главные враги у трейдера. На самом деле, главный враг у трейдера не рынок, не пресловутый маркетмейкер, который якобы хочет сбить ваши стоп-лоссы. Это не тот самый злобный банк, который видит все ваши открытые позиции, тянет рынок к вашим открытым позициям. Или, скажем, какие-то крупные игроки, которые хулиганят на рынке, гоняют, повышают ее волатильность и так далее. Нет, самая главная проблема, как вы видите, заключена не в рынке и не в трейдерах, вернее, не в маркетмейкерах, не в банках. А главная проблема заключается именно в самом трейдере, в его жадности и в его страхах. Ну вот, собственно, это что касается психологии рынка. И как бороться, естественно, теперь возникает вопрос, а как бороться с этими страхами и как бороться с этой жадностью. Лично для себя я так не смог выработать единый какой-то, скажем так, способ борьбы со своими жадностями и страхами. У меня также существуют и страхи, и жадность. И я достаточно серьезно, бывает, подряд несколько раз, до 10 сделок подряд у меня бывают убытки. Но единственное, что мне помогает в этой ситуации, вернее, мне в этой ситуации помогают два момента. Первый момент – это то, что я читаю вам лекции, потому что я убедился в том, что моя... Читая вам лекция уже в течение года, я убедился в том, что моя стратегия рабочая. Вы должны себя убедить в том, что ваша стратегия торговая правильная, и она приносит вам доход постоянно. То есть надо убедиться и убедить себя в том, что ваша стратегия правильная. Это первый момент. И второй момент. Помогать бороться со страхами и жадностью мне помогает дисциплина, торговая дисциплина. Одним из таких ключевых моментов помощи в моей торговле является постановка стоп-лосса. Я всегда ставлю стоп-лосс. То есть прежде чем я принимаю решение о входе в рынок, я задаю себе главный вопрос. Прибыль это понятно. Прибыль это хорошо всегда. 1 доллар или 100 долларов. А вот убыток это всегда плохо. Не имеет значения, что 1 доллар это убыток или 50 центов это убыток. Это вы не заработали. День прошел впустую. Соответственно первый вопрос, который задаю себе, а где я поставлю стоп-лосс, если я прямо сейчас хочу войти в рынок. То есть это один из способов борьбы, скажем, с жадностью. То есть когда трейдер заходит в зал, очень часто бывало так. Он сидит и говорит, я хочу что-то сделать. Я хочу именно сейчас войти в рынок. Мне кажется, что цена сейчас пойдет в мою сторону. Если я войду в рынок именно сейчас, куплю или продам. Так вот, чтобы удержать себя от ошибочных действий, задайте себе первый вопрос, который необходимо задавать. Хорошо, я вот сейчас хочу совершить сделку. А где я поставлю стоп-лосс, если цена пойдет против меня? Если это стоп-лосс, он достаточно большой, то лично мне это помогает удержать себя от ненужных действий. Вот, собственно, два момента, два способа борьбы со своими страхами и жадностью. То есть мне не удалось себе их задавить, эти жадности, эти страхи. Мне удалось с ними сосуществовать. То есть никакого договора у меня с ними нет. Просто я научился их игнорировать. Есть замечательный фильм американский про одного профессора, который стал нобелевским лауреатом. По-моему, он до сих пор жив. Который всю жизнь боролся, вернее, сначала он боролся со своим психическим заболеванием, которое называется жозофрения. А в конце концов, поняв и как бы разобравшись с тем, что избавиться от болезни невозможно, он научился жить со своей болезнью, со своими галлюцинациями. Вот в этом плане я и призываю вас, если у вас не получается избавиться от жадности страха, как раз пытаться с ними мирно сосуществовать. Вот такой способ борьбы со своими страхами и жадностью. Так, извините, сейчас я кое-что тут сделаю. У меня открытая позиция, просто мне надо перенести без убыток. Я вам потом продемонстрирую. Так, ну вот, собственно, по поводу психологии, на этом я закончу свой разговор по поводу страхов и борьбы с ними. А теперь непосредственно перейдем к моей торговой стратегии. Тем более времени у нас еще достаточно много. Вот, поговорим о торговой стратегии. Ну а теперь по поводу психологии рынка, вопросы. Вопросы, если у вас есть, я с удовольствием на них отвечу. Так, вопросы. Марат, вы обещали курс по скальпингу в январе. Дмитрий, скальпинг будет в феврале, в начале февраля. Уже есть материал, уже я собрал статистику хорошую. В принципе, есть, что вам показать. Единственное, осталось внести в расписание, скальпинг будет. Так что ждите, смотрите за новостями. Дальше вопрос. Когда это вовремя? Не знаю, по поводу чего Артем спросил. Я жадный трус, сказал Сергей Нарышкин. И Артем сказал Жиза. Ну хорошо, вопросов я смотрю нету. Еще раз. Я хочу сказать такую вещь, что на самом деле, самый главный враг трейдера, это сам трейдер. Его страхи и жадность. Вот и все. В принципе, вот такая вот прелюдия, которая заняла 40 минут. Ну а теперь непосредственно по торговой стратегии базовый принцип. Базовый принцип, почему я его назвал базовый принцип? Потому что в свое время я достаточно часто увлекался различными стратегиями, торговыми роботами, механическими торговыми системами, индикаторами, фундаментумом и так далее, и так далее. Но рынок постоянно меняется, постоянно меняются приоритеты на рынке. И соответственно, одно время какие-то моменты работают хорошо, стратегии, какие-то сигналы, в какой-то момент они перестают работать. А сейчас в век высоких технологий, собственно говоря, если сравнить условия торговли сейчас, есть те условия, которые были в 90-х годах, но это совершенно разные торговли. Если, например, хотя бы по одной той причине. Если мы раньше торговали по телефону, то сейчас практикуется высокочастотная торговля, роботы, торговые стратегии, скажем, нейросети и так далее, и так далее. Торговые роботы стоимостью несколько десятков миллионов долларов. Соответственно, характер и психология рынка, она, конечно, поменялась. И поэтому, соответственно, нельзя пользоваться одним и тем же сигналом постоянно. И вот только единственное, что остается вечно на этом рынке, это те три постулата, которые озвучил в свое время господин Чарльз Доу, еще, по-моему, больше ста лет назад. Первое – это то, что на графике рынок отображает все новости, то есть на графике есть все реакции на выходящие события. Второе – это то, что на рынке всегда существуют тенденции, верхняя, повышающаяся, поснижающаяся и боковая. И третий постулат главный теханализа – это история повторяется. Вот три основные понятия, которые остаются вечными и которые всегда заставляют рынок работать именно по… то есть позволяют анализировать рынок с точки зрения теханализа. Конечно, хорошо бы иметь верхнее экономическое образование, для того, чтобы понять, почему цены растут, почему цены падают, что такое инфляция, что такое ВВП и так далее, и так далее. Но этим можно заниматься вечно. И до конца так освоить микро- и макроэкономику будет невозможно. До конца, скажем так, хорошо быть, конечно, банкиром, хорошо бы, конечно, иметь доступ к инсайду. У нас в этом плане возможности нет. У нас остается единственная возможность – это так называемый теханализ, который базируется на изучении характера движения цены. Так вот, график изменения цены, он состоит из двух параметров. Параметр – это у нас цена, и параметр времени – time. То есть нам для нас важно, для нас очень важно… Извините, очень жарко у нас здесь в офисе. Так вот, теханализ для нас заключается в том, чтобы определить либо дату, когда надо совершать сделку. Первое, второе число, третье, четвертое, пятое число, шестое, седьмое. Либо время, либо цена, по которой надо торговать. 1.0.10, 1.0.20, 1.0.30, 1.0.40. То есть наша с вами задача определить либо дату или время, когда надо совершать сделку, либо определить цену, по которой надо совершать сделку. Покупать или продавать. Причем, что самое интересное, без разницы. В любой момент времени можно как покупать актив, так его и продавать. И причем без разницы, причем даже без разницы, какое время. Цена чаще всего, очень часто бывает так, что возвращается к вашей цене покупки либо продажи. Вопрос состоит в другом. Нужно купить или продать актив тогда, тогда, когда он нам принесет прибыль. Для этого, как я уже говорил, фактор времени. Ничего третьего измерения здесь не существует. Если вы занимаетесь фундаментальным анализом, то нам надо знать множество всяких различных понятий. Хотя бы даже, например, существуют трейдеры, которые занимаются только нефтью. Существуют трейдеры, которые занимаются только товарными фьючерсами, пшеницей, сахаром и так далее. Есть трейдеры, которые торгуют исключительно фондом. То есть узкоспециализированные направления. Есть трейдеры, которые торгуют только государственными облигациями. То есть охватить все рынки практически невозможно. А зачем нам их охватывать, когда существует общий принцип изучения прогнозирования рынка? Это технический анализ. Так вот, в зависимости от того, как двигается цена, мы можем определить и дальнейшее движение цены. Если с помощью фундаментального анализа мы пытаемся ответить на вопрос, почему изменяется цена, то с помощью теханализа мы пытаемся ответить на вопрос, как меняется цена. А как она меняется цена? Цена либо растет, либо падает, либо стоит на месте. Все. В зависимости от того, как она двигается, наверх или вниз, соответственно, мы можем прогнозировать дальнейшее движение цены. На самом деле, на рынке хаоса не существует. Как это ни странно. Так, меня вынесло, да? Ну ладно. Пока я вам рассказывал, меня вынесло, закрылась позиция. Ну хорошо, ладно. Ничего страшного. Не буду зато отвлекаться. Опять по поводу скальпинга. Скальпинг будет в феврале. Все. Материал есть. Осталось мне занести его в расписание занятий. Поэтому, пожалуйста, по поводу скальпинга вопросов не задавайте. Будет вам скальпинг. Так вот, по поводу того, как двигается цена и как можно определить дальнейшее движение цены. Предположим, что цена находится на уровне 1.10. Вот, скажем, 2-го числа. Потом что-то произошло и цена оказалась на уровне 1.30. Как может цена прийти на этот уровень? В связи с каких событий? Каков характер движения цены может быть? Значит, первый характер движения цены, я его называю спорадический. Получается следующая ситуация. Как правило, подобного рода движения происходит вследствие того, что вышла какая-то новость. То есть, в данном случае, это как некая реакция на какое-то событие. Вышла новость, рынок отреагировал таким образом. Причем новость, как правило, совершенно неожиданная. И новость, которую никто не ждал и даже предположить не мог, что такая новость может быть. Соответственно, реакция. Но, чтобы было понятно, какого рода характера новости, ну, например, когда Джордж Буш подавился бубликом, играя в гольф. Доллар сразу был продан, но потом, как в связи с тем, что его удачно реанимировали Буша, президент США, рынок постояв-постояв вернулся обратно. То есть, первая реакция рост евро, следующая реакция его резкое падение. Почему происходит резкий возврат? Ну, потому что понятно становится, что вот это вот, то, что бубликом подавился Буш, это же не имеет постоянный характер. Соответственно, в дальнейшем на рынок это обстоятельство оказывать влияние не может. Это был спорадический, это был единичный фактор, который себя реализовал, а потом он, как говорится, истек и исчез. Соответственно, реакция и соответствующий обратный ход. То есть, как цена росла наверх, так же она резко может отскочить вниз. Это первая реакция. Второй сценарий. Цена может прийти на уровень 1.30 через какое-то время. Первое. Если на рынке существовала тенденция наверх, и при этом эта тенденция была без всяких новостей, спокойной и так далее, то есть, особых важных новостей не было, и двигалась она в таком русле, в таком подъеме, то есть, под углом 45 градусов, я его называю 45 градусов, то понятно становится, что если и дальше не будет особо каких-то важных новостей, если не будет каких-то ярких событий, если не будет каких-то, скажем так, экстраординарных событий, то, соответственно, рынок по всей видимости продолжит свое движение дальше таким же темпом. То есть, если движение цены под углом 45 градусов двигалось достаточно долго, то, скорее всего, она и дальше также будет двигаться. Ну, тут работают законы физики. Тело, брошенное под углом 45 градусов в горизонт, естественно, имеет самую дальнюю траекторию. Становится понятно, что это движение и дальше продолжится в таком же темпе под таким же углом. это второе. То есть, я называю его движение под углом 45 градусов. Третий сценарий это резкий рост, а под конец замедление тенденции. То есть, движение цены имеет такую вот параболическую траекторию. То есть, резкий старт, а потом идет замедление. Ну и, соответственно, если происходит резкий старт, а потом замедление, можно предположить, что в какой-то момент времени, возможно, скорее всего, начнется такой резкий разворот тенденции. То есть, не резкий, а разворот тенденции в обратную сторону. Еще раз, если движение было резким, а потом оно стало замедляться, но тенденция сохранялась, то, по всей видимости, можно предположить, что, скорее всего, в ближайшее время рынок развернется в обратную сторону. Это третий сценарий, да, то есть парабола резкое ускорение и замедление. И четвертый сценарий, четвертая траектория движения цены. Рынок медленно раскачивался, медленно двигался, набирал скорость, а под конец произошел резкий спурт, как говорится, выброс движения, резкий подъем, ускоряющийся тенденции наверх. Соответственно, мы можем предположить, что, скорее всего, цена продолжит дальше движение цены. То есть эта тенденция продолжится. После небольшой коррекции, скорее всего, рынок ускорит свое движение дальше на юг. То есть вот четыре основных сценария. То есть здесь получается график в виде такой гиперболы. Гипербола. Спорадическое движение, движение под углом 45 градусов, замедление и ускорение. Вот четыре основных сценария движения цены. Соответственно, мы можем встроить предположение исходя хотя бы из самого характера движения цены. И как вы видите, по большому счету, здесь даже фактор цены особой роли не играет. То есть по большому счету здесь не играет значение цена, по которой надо торговать. И даже в какой-то момент здесь не имеет никакого значения выбор времени. Самое главное для меня, лично для меня, это само движение цены. То есть в зависимости от того, как двигается цена, мы можем предположить, что скорее всего цена пойдет дальше наверх. И соответственно, можно с любого уровня либо здесь покупать, или здесь где-то уже искать возможность для продаж. Ну а теперь давайте непосредственно перейдем к графикам и посмотрим эти ускоряющиеся, замедляющиеся тенденции и можно ли там что-либо сделать. И надеюсь, понятен этот момент, связанный с ускорением характера движения цены. Теперь непосредственно переходим к графикам. Да, вот, кстати, кто хотел скальпинг, пожалуйста, вам продемонстрирую. Скальпинг, вот сегодняшняя торговля, посмотрите, ну она просто убийственная торговля, конечно. Вот он, мой сегодняшний скальпинг. Вы видите, что, во-первых, огромное количество сделок, во-вторых, чудовищный объем, который я торгую, использую в своей торговле, и самое главное, постоянная постановка стоп-лосса. То есть я всегда ставлю стоп-лосс, и в некоторых случаях он срабатывает. Посмотрите, большое количество сделок, первых сделок у меня закрылось в убыток, но в дальнейшем у меня все равно появилась прибыль. В итоге, сегодняшний день у меня торговый закрылся с прибылью в 1300, почти 1300, 400 долларов. Вот это скальпинг. Если вас устраивает такая торговля, то приглашаю вас в феврале на мой семинар, посвященный скальпированию. Но это как бы не совсем скальпирование, но тем не менее. Так вот, по поводу, давайте посмотрим характер движения цены. Вот, пожалуйста, яркий пример. Пятничное движение вниз. Если внимательно посмотрим, вот, пожалуйста, цена стояла узкой консолидации, вдруг произошла, как вышла какая-то новость. вы видите, произошел резкий провал и практически сразу же произошел резкий отскок. Когда вот такого рода движения происходит, вот как раз это и есть какое-то событие, какая-то новость неожиданная, которая, по большому счету, на рынок не повлияла для дальнейшего движения цены. то есть вот этот резкий провал. Это тот самый первый сценарий, так называемое, спорадическое движение цены. Или вот сегодня рано утром, резкий подъем и такой же резкий отскок. Я не знаю, какая здесь была новость, но тем не менее, характер движения цены, вот, пожалуйста. Теперь давайте поищем под углом 45 градусов. Движение цены под углом 45 градусов. Ярким примером этого может быть вот движение, скажем, евро-доллар, вот на этом участке рынка. Посмотрите, вот, пожалуйста. Начиная с 2000 года цена шла под углом 45 градусов наверх без всяких ажиотажных движений цены. То есть без всяких особых новостей, без всяких страстей и так далее. Такое же было движение вниз. И, соответственно, после небольшой коррекции рынок продолжил свою тенденцию дальше под таким же практически углом. Вот, наверх. Теперь, как происходит замедление движения цены? А вот давайте посмотрим теперь следующий сценарий ускоряющиеся движения. Вот, пожалуйста, здесь идет движение цены вниз, причем характер движения цены имеет явную форму ускорения. Чтобы в этом убедиться, для этого необходимо построить следующий момент. Сейчас вам покажу. Необходимо построить канал, в котором двигается цена. то есть вот смотрим на этот участок движения цены. Вот он. Так, кстати, вот под углом 45 градусов движение цены. А вот пошло ускоряющееся движение. В чем ускоряемость? Как мы это видим? Строим линии сопротивления, падающие тенденции, откладываем канал и смотрим, как цена двигается в этом канале. Мы видим, что цена, видите, пробивает нижнюю границу и пытается ускорить свое падение. И в дальнейшем, после небольшой коррекции, рынок продолжает свою тенденцию вниз. Опять небольшая коррекция, опять новая фаза тенденция вниз продолжается. То есть вот оно, ускоряющееся движение вниз. В дальнейшем цена, никак не совершив полноценный коррекционный откат, посмотрите, еще быстрее ускорило свое движение. В данном случае здесь уже сопротивление мы корректируем вот под таким углом. То есть если движение цены сначала шло под таким углом, то теперь оно двигается вот под таким углом. Ярким примером, например, может служить валютная пара российский рубль. Очень интересный момент был вот здесь, вот на этом участке. Сейчас я вам продемонстрирую. хорошо, Павел, давайте рассмотрим на новозеландцев. Просто вот посмотрите, ускоряющееся движение цены в текущем моменте по рублю. Это характеризует характер движения цены. То есть если бы мы смотрели таким образом на график, то есть не знали бы текущую ситуацию. Вот, пожалуйста. Построили линию поддержки, канал. Мы видим, что рынок пытается ускорить этот процесс роста. И вот оно, собственно говоря, и получилось. Коррекция. Дальше опять строим линию поддержки. Посмотрите. Строим канал. Мы видим, что сначала движение наверх было под таким углом, теперь оно двигается под таким углом. Дальше смотрим. Цена опять не дошла до линии поддержки и уже пошла наверх вот под таким, под более острым углом наверх. То есть здесь уже вот эти вот линии поддержки сопротивления, они уже не актуальны. То есть под таким углом, потом под таким, теперь под таким, а теперь здесь еще быстрее цена пошла наверх. Вот, пожалуйста. Соответственно, делаем следующий вывод. Вот цена пробила предыдущий верхний канал. Посмотрите. Можно сделать вывод в том, что тенденция наверх скорее всего продолжена чем развернется. И, соответственно, любую коррекционный откат вниз мы используем для покупок. Вот он характер движения цены. То есть под таким, под таким, то есть ускоряющийся движение наверх. Замедление. Как происходит замедление движения цены? Посмотрите, пожалуйста, вот на этот канал. Это тоже самое рубль. Движение цены. Сначала было достаточно успешно, но вот в этот момент, вот с этого момента, когда цена достигла до своей цели, пошла вниз. Да, она пробивала предыдущую впадину, но характер движения цены явно замедлился. То есть, если он сначала падал под таким углом, то теперь уже, да, цена шла вниз, но уже вот под таким углом. И в какой-то момент рынок перестал падать, развернулся в обратную сторону. То есть, прежде чем рынок разворачивается, он сначала замедляет свое падение. То есть, уже такого резкого провала, как это было здесь, здесь уже этого не было. идет явность замедления тенденции и в ближайшее время его разворот. И только потом рынок разворачивается. А сигналом для разворота, естественно, является пробитие предыдущей вершины. Вот этот уровень, пробитие которого, означало окончательная смена тенденции в обратную сторону. Давайте посмотрим на взеландский доллар по просьбе. Вот долгосрочная тенденция. Кстати, очень интересный показательный момент. Я, кстати, сегодня его комментировал в своих обзорах. Посмотрите. Давайте возьмем вот эту тенденцию на ее и попробуем ее изучить. Каков характер движения цены? Вот строим линии поддержки. Соответственно, сразу же откладываем канал, в котором двигается цена. И видим, что рынок пытался этот процесс ускорить. То есть, вот пошла цена наверх и пошло движение вниз. Соответственно, любое движение вниз, в данном случае здесь, в связи с тем, что рынок попытался это движение ускорить таким ростом, то можно предположить, что, скорее всего, в ближайшее время рынок, новозеландский доллар начнет новый рост против американского доллара, причем в ускоряющемся темпе. То есть, движение наверх может ускориться. И тогда нам придется строить линии поддержки уже вот под таким углом. И, соответственно, строить канал по вершине здесь вот под таким. То есть, тенденция может ускорить свой рост. Как произошло замедление тенденции? Вот если мы рассмотрим этот участок, вот данный участок, посмотрите, если сначала мы строили линии поддержки под таким углом, мы видим, что цена, прежде чем пробила, она замедлила свой подъем. Совершил коррекционный откат. Тогда мы теперь уже, но в связи с после этой коррекции рынок возобновил свою роль, пробил предыдущую вершину. Соответственно, мы уже угол наклона меняем. Вот он канал. Этот канал уже становится неактуальным. Но рынок, отбившись от нижней границы канала, несмотря на то, что пробила предыдущую вершину, опять пробила линию поддержки. Мы теперь уже строим линию поддержки вот под таким углом. Опять откладываем канал. И видим, что все время угол наклона канала меняется в сторону замедления. Сначала вот такой угол наверх, потом теперь такой, 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 такой. и в конце концов произошел момент, когда рынок, не пробив предыдущую вершину вот с этого движения, окончательно развелся в обратную сторону. То есть, прежде чем рынок разворачивается, он сначала показывает слабость этой тенденции наверх. Дальше смотрим текущую ситуацию по новозеландцу. Давайте рассмотрим этот участок движения цены. Естественно, строим сопротивление. Естественно, строим поддержку. Вот цена, достигнув своей цели, попыталась ускорить свое падение по этой тенденции. Был небольшой коррекционный откат и после этого небольшого коррекционного отката рынок продолжил свое падение с пробитием предыдущей впадины. Пожалуйста. Вот и налицо фактор ускорения тенденции. Ну здесь уже, здесь вот, после этого падения рынок скорректировался до верхней границы канала. И здесь вот решается вопрос. Вот этот вот хвост, он является коррекцией этой тенденции. Если это так, то тогда угол наклона вниз будет меняться однозначно. И тогда здесь, скорее всего, если рынок опять с текущих уровней вернется к линии сопротивления, а это уже возможно, будет возможно. Почему? Потому что рынок, не сильно отскочив от верхней границы канала, не возобновил свое падение. Тогда получится, как с российским рублем против американского доллара. Небольшие отскоки от линии сопротивления, явно замедление тенденции и уже потом уже окончательно его разворот. То есть, прежде чем происходит разворот тенденции, рынок сначала замедляет свое падение в обратную сторону. Ну вот, собственно, все. То есть, это ответ скептикам на вопрос о том, что рулит на рынке, что является главным. Фундаментальные данные или теханализ. Я спорить я лично никогда не спорю. Конечно, хорошо быть экономистом, финансистом, хорошо, а еще лучше быть господином Бернанке или Джаном Клодом Трише, а еще лучше быть Ротшильдом, с точки зрения фундаментальных данных. Но, в связи с тем, что у меня нет такой возможности, у меня остается только один момент. Это графики. По характеру движения цен на графике у меня удается торговать достаточно успешно. Собственно говоря, вот эту идею я и пытаюсь передать вам. на этом я завершаю свой семинар. Если вопросов больше нету, надеюсь, понятно, да? Ну, а завтра уже непосредственно по моей торговой стратегии начнем уже полноценный теханализ. Встречаюсь я с вами завтра в 12 часов на моих обзорах и в 3 часа дня на моем базовом принципе. А в феврале месяце еще раз отвечаю на вопрос всем нетерпеливым слушателям. Скальпинг будет и будет он в начале февраля, где-то ближе в начале в середине февраля. Материал уже готов. Осталось просто мне внести данное занятие в расписание. Следите за расписанием компании Аль Пари и в частности филиал Санкт-Петербург. Там расписание, смотрите за новостями. Всего хорошего, желаю всем удачи, берегите себя, свои деньги. Всего хорошего, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok